Здравствуйте! Новости на телеканале ИТВ в студии Александра Пермякова. Начинаем эту неделю вместе и прямо сейчас о самом важном в нашем выпуске. Травматологическое отделение переполнено, а МЧС работает в режиме повышенной готовности, как крымчане отметили новогодние праздники. Мы берем отрезок выходных дней, такие, скажем, новогодние каникулы. Произошло 59 чрезвычайных происшествий. В Советском районе Крыма зафиксирована очередная вспышка африканской чумы свиней. Администрация объявила режим ЧС, а фермеры пытаются сохранить жизни здоровых животных. Делается все четко, согласно действующему законодательству. Если мы где-то дадим слабинку или где-то будем действовать не так, то вы сами понимаете, что эта беда может распространиться и дальше. Новогодние и рождественские каникулы позади. Праздники побывали во всех городах и селах. Особенно ярко, насыщенно и интересно они прошли в Симферополе, а также в Севастополе. В новогоднюю ночь традиционно на центральных площадях гуляли и веселились крымчане. В репортаже наших корреспондентов о самых важных и ярких событиях новогодних праздников. На главной площади Симферополя в новогоднюю ночь традиционный праздничный концерт. Администрация города подготовила для крымчан обширную культурно-развлекательную программу на новогодние праздники, чтобы никто не скучал. Если хочешь, будешь счастливым, оставайся мальчик с нами, будешь нашим королем. Радовали горожан-гостей столицы профессиональные вокальные и хореографические коллективы. Особое внимание в этом году уделили новогодним украшениям площади. Разнообразные световые композиции – карета, корона, фонтан премиум и пять световых елей – стали любимыми местами для фотографирования. Меня радует, что люди, которые здесь находятся, они, наверное, правильное решение приняли и понимают, что вот здесь вот нужно встретить Новый год, сплотившись, повеселиться. Мы с каждым годом уровень повышаем. Я думаю, что уже не стыдно сказать, что мы столица именно в части проведения новогодних праздников. Ну и мы заслужили этого. Концертно-развлекательная программа с участием звезд российской эстрады «Встречаем вместе Новый год» пришлась по вкусу всем, кто отмечал праздники в городе. На сцене выступили российские звезды шоу-бизнеса – Елена Кукарская и Дмитрий Дан. Новогодняя ночь на площади Ленина в этом году прошла без происшествий. Продолжились гуляния и в рождественские дни, но уже более спокойные и душевные. Неделя конкурсов и хорошего настроения. В этом году появилась даже новая традиция. Присутствуют разного рода торговые точки. Здесь у нас постоянно работает сцена, здесь работают аниматоры, здесь проводятся конкурсы, разного рода викторины. Я думаю, здесь очень интересно, особенно детям, ну и взрослым где есть, скажем, отдохнуть, пока детки радуются. Чуть-чуть не были готовы к такому наплыву. Я думаю, вот с каждым днем и с каждым следующим, последующим годами мы будем это все расширять и увеличивать. Люди с радостью и задором пели, танцевали и участвовали в конкурсах. На площадь приходили целыми семьями. Занятий хватало всем. Установили и рождественский вертеп. Классическую евангельскую композицию, символизирующую рождение сына Божьего, в Вифлееме, разместили возле главной новогодней елки. Традиционно прозвучали и рождественские песнопения. Травматологическое отделение переполнено, а МЧС работает в режиме повышенной готовности. В новогодние каникулы не обошлось без происшествий. Пока все отдыхали, медики принимали небывалый поток пациентов. Люди в праздничные дни поступали с переломами и обострениями хронических заболеваний. Пока врачи лечили, сотрудники МЧС тушили пожары и спасали не только людей. Но и лебедей. Удалось ли справиться с последствиями новогодних каникул, узнавала Мэри Бадденс. Бой курантов, праздничный стол и яркие фейерверки. Вся страна официально отдыхала 9 дней. Новогодние каникулы позади, однако веселыми праздники были не у всех. Травматологическое отделение 6-й горбольницы Симферополя переполнено. Работает один рентген-аппарат. Вместо шампанского – чай с травами, вместо салатов – больничная еда. Самый семейный праздник. Гульзидей Сейтаминова отмечала с соседками по палате. Перед Новым годом она поломала тазобедренный сустав. Виной всему – гололед на улицах. Не доходя до центра, я упала. Какие боли, как я кричала. Это только одному известно. Хорошо люди помогли. Я очень благодарна тем людям. Мне посадили на ту же предку, вызвали скорую. Чрезмерное употребление еды и алкоголя сказалось на здоровье крымчан. Многие поступали по скорой с хроническими заболеваниями желудка и печени. За время новогодних каникул на больничной койке оказались и те, кто страдает болезнями сосудистой системы. Кроме того, резко увеличилось число пациентов с ожогами различного характера. На сегодняшний день это 15 человек. Мы не можем вообще отказать ни одному пациенту, нуждающемуся в экстренной медицинской помощи. И всем пациентам оказана помощь, все госпитализированы или перенаправлены в другие учреждения для оказания лечебной медицинской помощи. Все эти 9 дней в режиме повышенной готовности работали сотрудники МЧС. Произошло более 50 чрезвычайных ситуаций. Крымские спасатели тушили пожары, возвращали в дома заблудшихся туристов, доставали людей из автомобилей, которые попадали в ДТП и даже спасали от холода замерзших лебедей. Для освобождения пернатых от ледяных оков пришлось подключить водолазно-спасательное подразделение МЧС. Сейчас лебеди находятся в надежных руках, за ними внимательно следят ветеринары. Службе отмечают, в целом новогодние праздники прошли спокойно. Впосено 13 человек на пожарах, из них двое детей. Осуществлен выезд на 4 дорожно-транспортных происшествия, на которых пострадало на происшествиях, где работали наши подразделения. В результате ДТП получили травмы 25 человек. Спасено 10 человек, в том числе двое детей. Их спасатели вырезали из-за скорежных автомобилей. По горам мы уже разбирались, это 21 ЧП, 33 человека спасено. Всего по итогам новогодних праздников пострадало более 70 человек. Из них 6 получили травмы, несовместимые с жизнью. Мэри Бадунс, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Африканская чума свиней снова вернулась в Крым. Очередная вспышка зафиксирована в Дмитровском сельском поселении в Советском районе Республики. Местная районная администрация ввела режим чрезвычайной ситуации локального масштаба. В Дмитровке объявлен карантин. Однако фермеры, которых в поселении немало, сомневаются в правильности анализа, проведенного на материковой части России, а также не верят в то, что уничтожать необходимо и здоровое поголовье. Это въезд в Дмитровское сельское поселение в Советском районе на востоке Крыма. Теперь здесь расположены контрольные посты полиции. На выезде все автомобили обрабатываются сотрудниками ветслужбы. Как говорят сами правоохранители, вывозить из Дмитровки вкусное пока запрещено. В начале года на территории одного из хозяйств был зафиксирован падеж свиней. Проведенная экспертиза по убеждениям ветеринаров показала положительный результат. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Советской районной администрации было принято решение ввести режим ЧАЭС, правда, лишь локального масштаба. В Дмитровском поселении более сотни дворов, из которых на семи занимаются предпринимательской деятельностью. Глава администрации Советского района Владимир Трегуб рассказывает, в частном порядке беседуют с каждым фермером, а за уничтоженный скот предусмотрена компенсация. Сумму утвердит власть республики. Есть закон, есть правила, утвержденные правительством Российской Федерации, что в рамках этого делать и проводятся все мероприятия согласно действующего законодательства. Тут не больше, не меньше. Мы должны четко придерживаться этих норм действующего законодательства, для того, чтобы, во-первых, локализовать и не дать этой чуме распространиться дальше по всему району и дальше на Крым. Поэтому делается все четко согласно действующему законодательству. Если мы где-то дадим слабинку или где-то будем действовать не так, то вы сами понимаете, что эта беда может распространиться и дальше на остальные населенные пункты. В то же время торговля свининой на рынке в районном центре на период чрезвычайной ситуации не приостанавливается. На серьезности произошедшего настаивает председатель Госкомитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов. По словам руководителя ведомства, количество зараженных свиней увеличивается с каждым часом. Количество вспышек увеличивается каждый день. Статистические данные будут распространять чрезвычайно противопередическая комиссия. Каждый день ситуация меняется. Каждый час в том числе. А вот так экскурсию по своему двору для нас проводит один из фермеров Дмитровского поселения Сергей Чернышов. Он потомственный свиновод. За все долгие годы предпринимательской деятельности сталкивался с проблемами здоровья животных считанные разы и то лишь в единичных случаях. В то, что его питомцы заражены, селянин не верит. Признается, в начале года его хозяйство насчитывало 60 свиней. Столько же их и сейчас. Более того, ни у маленьких, ни у крупных нет никаких признаков болезни. Фермеры со стажем уверяют, если в их края и пришла беда, то это не африканская чума, а рожа. Ведь симптомы недугов во многом схожи, считает Сергей Чернышов. Своё поголовье он намерен отстаивать до последнего. Хотя на собрании фермерам озвучили срок полного уничтожения. Два дня. Мы ещё прошли птичий гриб, которого не было при Украине. Мы прошли чуму, которая была в феврале месяце, объявили карантин. Нам ничего не давали сдавать, а приезжали заготовители, брали у нас за бесценное мясо. Приехали и сказали, что у вас карантин. Взяли у кого-то экспертизу, мы предлагали независимую брать экспертизу. Нас не слушали, сказали, что мы отправили на Кубань, в Казахский край. Пришла, что это чума. А вот на одной из улиц посёлка небольшое собрание попавших в беду фермеров. У кого-то из них лишь пара свиней в хозяйстве, у других поголовье намного крупнее. Но всех селян объединяет одно. Животные – их единственный источник дохода. Ведь заниматься в провинции, кроме животноводства, по сути, нечем. Более того, люди недовольны тем, что исполнители операции по уничтожению свиней не показывают им никаких документальных подтверждений фиксации африканской чумы. Если наше поголовье уничтожит, и нам конец будет. Нам не с чего жить, мы не работаем. Работы нет в колхозе. Мы с этого только и жили. А вот это самое крупное фермерское хозяйство в Дмитровском поселении. Его хозяин Олег Нагорный. Предприниматель с гордостью показывает съёмочной группе, его поголовье живёт в комфортных условиях. Животные обеспечены всем необходимым для развития и роста. Организовал свою ферму Олег в 2011-м. Он также не замечал проблем со здоровьем у своих свиней ни в начале деятельности, ни сейчас. Нагорный уверен, состояние питомцев – личная ответственность каждого. И он сам обеспечивает им безопасность. Если бы беда и случилась, фермер первый забил бы тревогу. Если есть очаги какого-то, скажем так, какие-то проблемные, где находят заражение африканской чумой, либо рожей, я так считаю, что необходимо разбираться с местом расположения этих очагов. То есть поставить какие-то посты, проконтролировать, сделать карантин на деревне. Согласен, да. То, что сейчас проводится мероприятие, я не против. Но если есть скотина, которая не нуждается в утилизации, тем более в сожжении, я считаю, что это перебор. А вот выдержка с официального сайта Россельхознадзора. Статья, посвященная африканской чуме свиней. Как видно из материала, болезнь не страшна людям. Симптомы – лихорадка в течение недели, посинение или покраснение кожи животных, диарея. Гибель скота фиксируется в основном через 5 суток после инфицирования. Иногда инкубационный период составляет до 10 дней. Фермеры верят в свое здоровое поголовье, им все же удастся отстоять, ведь у их питомцев не зафиксировано ни одного из возможных признаков смертоносного недуга. Напомним, впервые вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в Крыму в январе прошлого года. Режим ЧС в Роздольнинском районе действовал с февраля по вторую половину мая. За это время было уничтожено 9 тысяч свиней, а фермерам выплатили компенсацию в размере 77 миллионов рублей. Тарас Брезицкий, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ, Советский район. С наступлением сильных холодов в крымской столице существенно ухудшилось качество дорожного покрытия. Снег, лед и вода буквально разрушают асфальт на городских улицах. Водители уверены, это происходит по причине несоблюдения всех технических требований при замене автомобильного полотна. Этой зимой крымская погода преподнесла жителям полуострова настоящий подарок. В декабре на территорию республики пришло сразу несколько арктических циклонов, низкие температуры и большое количество осадков. Все это превратило улицы городов в заснеженные лабиринты, по которым так приятно прогуливаться зимними вечерами. Однако крымские водители, в отличие от пешеходов, не очень рады сюрпризам природы. Ведь как только снег начинает таять, на дорогах моментально появляются новые ямы и ухабы. Власти отмечают, в связи с внезапным ухудшением состояния асфальтового покрытия будут приняты все необходимые меры. На данный момент департамент городского хозяйства...